Добрый день! Поэтому в этот момент человек должен быть в окружении святости. Когда что-то мешает святости, тогда у человека нельзя молиться или изучать то. И поэтому мы последние разы и последние уроки мы обсуждали момент, когда находятся неодетые женщины, неодетые мужчины в пространство человека, который молится. Каким образом это мешает человеку молиться, каким образом это не мешает человеку молиться. Сегодня мы переходим на второй закон. Касающийся этого закона, это когда есть экскременты, человеческие экскременты вокруг человека. Насколько это мешает, насколько это не мешает. Значит, здесь надо в первую очередь сделать большую разницу между мочей и экспериментом человека. И в отношении эксперимента человека здесь есть три параметра. Первый параметр это, что это находится в пространстве, в ближайшем пространстве человека. В ближайшем пространстве человека это арба-амот. Это наши мудрецы говорят, что когда человек сидит, стоит, находится в какое-то место, вокруг него, его пространство, это четыре лотки на четыре лотки, это ровно более-менее две с половиной метра на две с половиной метра. Когда эта проблематическая субстанция находится в близких человеках, мы вообще обсуждаем здесь человеческие отходы, не отходы от собаки и так далее, и так далее, это имеет совершенно другой статус. Тогда, естественно, человек не может молиться в этот момент. И есть еще второй параметр, если человек видит этот человеческий отход, хотя это не находится внутри пространства человека, не внутри, это две с половиной метра человека. И третий момент это запах, когда есть плохой запах. Значит, обычно это бывают проблемы, когда, например, солдат не молится, не как в такое поле, где есть, иногда бывают человеческие отходы. Проблема бывает, например, человек находится в больнице, или пункт травмы, или как называется это место, где оказывают особое внимание, реанимация. Когда человек находится в реанимации, и есть там много машин, которые обслуживают, там каждый человек, который там находится, там человек отходит и так далее. Человек, который находится в тюрьме, как мы знаем, в тюрьмейской, обычно в тюрьмейской комнате, там есть одно место, где есть такой общественный туалет, там какая-то дырка или и то. И, естественно, если человек находится в этом месте, может ли он вообще говорить такое богословение или молиться? Мы будем более подробно обсуждать все эти моменты. Значит, я хочу повторить, есть три важные параметры в отношении переход к реанимации в отношении человеческой отхода. Первый – это постранство, второй – это запах, и третий момент – если это видно или не видно. Мы будем обсуждать более подобное в ближайшие уроки, каким образом, что разрешено и что запрещено. Я хочу просто сказать сегодня, что есть две большие разницы между в отношении законной молитвы, в отношении… Первый час, который мы обсуждали до сегодня, это когда есть какая-то нагота, и второй час, когда есть какие-то человеческие отходы. В чем-то это более сложно, в чем-то это более легкое. Что касается человеческих отходов, там нельзя даже «ле хар-хэр», нельзя вообще даже думать в ритуре, и думать о молитве. Но когда человек находится в постранстве, как на готе, нельзя говорить, но «ле хар-хэр» думать может. Это какая легчинь. И есть какой наоборот. Это называется «эрва ба шаши». Если, например, человек находится в одном месте, и между местом, где он находится, и местом, где находится проблематический предмет, может какая-то нагота, или экскременты, там есть возврачное стекло. Значит, находится в другое пространство, но это видно. И там есть ограждение, ну, возврачное ограждение, окна и так далее. Значит, в отношении наготы это не помогает, поскольку главная задача, человек должен думать, когда человек разговаривает с Богом, человек должен думать о Боге, и не о половой жизни. Поэтому, если что-то видно даже через окна, это считается неправильно. Но что касается человеческих отходов, если это находится в другой, например, сегодня есть такие очень шикарные гостиницы, где есть туалетная комната, между туалетной комнатой и между спальной комнатой есть там стеклянная стена. И вопрос, если видно, но это в другое пространство, значит, тогда в отношении человеческих отходов это значит, что это называется другое пространство, и это не мешает, например, в этой спальной комнате и в этой спальной комнате это не мешает. Поэтому есть у нас разные законы, в отношении разные аспекты, на что к дубрии Туторе, ваея, махарнеха Кадош, что твоя паскранство, твоя лага дожби цвятой. Ва виханане, минахашвам, кушьбох, и закона вихрах, ирба лаэм, тарамитад, шлемар, ирба лаэм, тарамитад, ирба лаэм, тарамитад, тарамитад, ирба лаэм.